Приветствую вас на канале Техревизор. В этом видео рассмотрим с вами 8 моделей беспроводных наушников за самую минимальную цену до 2000 рублей. Конечно, можно найти и дешевле, даже до 1000 рублей, но что-то хотя бы немного адекватное с нормальной батареей, хорошим звучанием, продуманной эргономикой будет стоить около 2000 рублей. Само собой, много от них ожидать не нужно, но самый необходимый минимум на хорошем уровне будет обеспечен, поэтому вы сможете нормально слушать музыку, смотреть фильмы и заниматься спортом. Да, не без недостатков, но ценовой сегмент сами понимаете какой, поэтому я выжил из рынка максимум и теперь могу показать результат работы вам. Получилось отобрать немало вариантов. Честно говоря, они все между собой даже не сильно-то и отличаются, но вам точно будет из чего выбрать. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, а я начинаю. На восьмом месте топа разместилась парочка от HOKA, модель EW47. Самые простецкие наушники, по сути, как и все в этом рейтинге. За звук сказать просто нечего, вот просто слов нет. Включаешь музыку и понимаешь, насколько внутри дешевые материалы. Есть какие-никакие средние, высокие частоты. И единственное, что остается посоветовать и что реально может помочь в случае, если уж совсем звук не зайдет, подкрутить звучание в эквалайзере. Поиграться со всеми этими ползунками и тогда вы сможете сделать себе что-то наподобие нормального звучания. Поэтому все не так уж и плохо. Не зря же наушники передают информацию по кодекам AAC и SBC. Что-то да можно из них выжать. Главное желание. Зато на модуле связи не сэкономили. Поэтому наушники подключаются по блютусу 5.3. А это тоже играет роль в стабильности соединения, качестве звучания и задержке звука. И, как вы понимаете, здесь с этим проблем не возникает. А вот с дизайном решили долго не думать. Поэтому Хока сделали закос под всем известный AirPods Pro. А что, свою целевую аудиторию они точно найдут и привлекут внимание. Поэтому зачем изобретать велосипед? Даже разъем для зарядки не USB Type-C, а лайтинг. Хотя спасибо на том, что не microUSB, что вполне ожидаемо в этом сегменте. Ну и батарею эти наушники держат вполне неплохо. Заявлено, что вместе с кейсом их хватит на 20 часов беспрерывного прослушивания. Но, само собой, я бы настолько не рассчитывал. Поэтому, если вы большую часть дня проводите в наушниках, то, скорее всего, придется заряжать раз в сутки-двое. Но это при самых экстремальных условиях эксплуатации. Поэтому, кому мало, кому много, решайте сами. Но не забывайте и про цену всего этого добра. Седьмое место рейтинга уже за более авторитетным брендом. Philips TAD 1215BK. В наушниках стоят совсем небольшие излучатели на 6 мм с неодимовыми магнитами. Выглядит не слишком многообещающе, но звучит, что надо. Для передачи данных используются те же кодеки AAC и SBC. Однако, звук при таких параметрах все равно получше будет, чем у прошлых HOKA. За низкие частоты и бас я молчу, а вот средние и высокие звучат уж точно лучше. Остальное можно докрутить самостоятельно в эквалайзере, если прям сильно плоско будет. Еще один момент, который может смутить некоторых. Подключение наушников по Bluetooth версии 5.0. Зная, что существует версия 5.3, так и хочется записать параметр подключения этих Philips'ов недостаток. Однако, в их оправдание скажу, что в целом пятая версия Bluetooth'а – это революция в передаче данных как таковых. По сравнению с третьей и четвертой версией, пятерка развивает скорость в два раза выше и передает в 8 раз больше данных. А остальные доработанные версии 5.1, 5.2, 5.3 – лишь косметическое дополнение в виде уменьшения потребления энергии, устойчивости связи и других мелочей, которые обычным пользователям вот так без тестов незаметны. Поэтому заострять внимание и уж тем более записывать Bluetooth 5.0 в недостатке этих наушников я не буду. Ведь нет никаких проблем с соединением. Сигнал не отваливается, быстро подключается и энергию расходует без излишевств. Кстати, эти наушники тоже неплохо держат заряд. Вместе с кейсом ими можно пользоваться на протяжении 18 часов. Конечно, это не предел бюджетного сегмента. И даже в сегодняшнем рейтинге есть модели с более приличной автономностью. Поэтому, если для вас это важно, просто продолжайте смотреть. Шестое место занимают наушники OneMore Piston Buds ECS3001K. По автономности они, к сожалению, ничем не выделились. 20 часов вместе с кейсом. Поэтому ничего сверхъестественного. Но вот по звучанию это уже немного другой уровень. Здесь уже есть басы. Некоторые пользователи вовсе говорят, что их даже слишком много. Но лучше больше, чем меньше. Лишнее всегда можно убрать. Поэтому звучание не подойдет для любого жанра музыки. Какой-нибудь рок с басами звучит так себе. Немного подкрутить в эквалайзере и все запоет так, как вам надо. Ну а для этого внутри предусмотрены все те же кодеки AAC и SBC и 7-мм динамики. Также здесь стоит отметить микрофон. Если в прошлых моделях про них даже смысла не было упоминать, то здесь и в следующих моделях уже не все так плохо. Можно и голосовое сообщение в общественном транспорте записать и поговорить в не особо шумном месте. В этом плане полегче. Собеседник, конечно, 100% поймет, что вы говорите через наушники. Но и слова ваши сможет разобрать. Не зря же здесь стоят 4 микрофона с шумоподавлением. А подключаются наушники все по тому же Bluetooth 5.0. Коннект стабильный, наушники друг с другом дружат без всяких проблем и задержек. Поэтому пользоваться можно. Но внесу и ложку дегтя. Скудность управления. Наушники распознают всего два жеста. Двойной тап по правому и двойной тап по левому. Так вы отвечаете на звонок, включаете, останавливаете воспроизведение и вызываете голосового ассистента. Хотя, может, кому-то больше и не нужно, но хотелось бы иметь возможности побольше. Да, даже за 1200 рублей. Пятое место занимает Halo GT 7. Эти наушники будут немного поинтереснее, в том числе и по звучанию. Все те же AAC и SBC, немного измененная компоновка динамиков и получается звучание получше, чем у прошлых One More Piston Buds. Басы только здесь не в избытке и средние с высокими поприятнее. Тут уже больше шансов, что у вас не будет надобности лезть в эквалайзер и что-то там накручивать. Апгрейд коснулся и подключения этих наушников к телефону. Они коннектятся по Bluetooth версии 5.2. В сравнении с версией 5.0 увеличился радиус действия и уменьшилась задержка. Но, думаю, так просто этого не заметишь. Тем не менее, Halo GT 7 уж точно не будут отваливаться или терять связь. Кстати, они даже могут подключаться в стерео режиме, как два независимых друг от друга наушника. В бюджетном сегменте такое встречается редко, так как для этого нужно вставлять два чипа вместо одного. А это лишние траты, которых производители пытаются избежать. Микрофон здесь тоже есть, хоть и посредственный, но если разговаривать в каком-нибудь тихом кафе или парке, то собеседник точно разберет вашу речь. Но, если переместиться в какое-нибудь людное и шумное место, то там уж, кроме каши, эти наушники ничего не выдадут. Тем не менее, поговорить по телефону, не вынимая наушники, можно просто не во всех ситуациях. Уровень комфорта повышает и хорошо продуманное управление. Сенсорные датчики распознают одинарное, двойное и тройное прикосновения. Поэтому функционал можно раскидать так, как удобно каждому. Ну и последние два слова про автономность. 20 часов. Это все, что вам необходимо понимать про зарядку Halo GT 7. Четвертое место занимает Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Ну и еще одни наушники с примерно такими же характеристиками батарейки. 18 часов работы вместе с кейсом, почти как у прошлых. Да и в остальном они особо не отличаются от Halo GT 7, кроме дизайна. У этих другая эргономика. Кому-то просто может быть удобнее, что не свисает ножка. Или просто форма такая привычнее для уха. А по характеристикам все то же самое. AAC для айфонов, SBC для всех андроидов. Под накладками не стоят какие-то замороченные по технике динамики. Простые 6-миллиметровые излучатели, которых хватает, чтобы удовлетворить минимум музыкальных потребностей. Средние и высокие звучат хорошо и хватает. Ну а низких по классике в бюджетном сегменте не завезли. Тем не менее, что-то допробивается. Поэтому если вы не охотитесь за добротным басом, то этого вам будет достаточно. Остальным могу посоветовать только эквалайзер. Подключается Redmi Buds 3 Lite по блютусу версии 5.2. Связь стабильная, не обрывается, если телефон лежит где-то в кармане или сумке. В этом плане все стабильно хорошо. А вот что мне не очень понравилось, так это отсутствие зарядного шнура в комплекте. Поэтому лучше заранее подготовиться. Наушники заряжаются через Type-C. Хотя, скорее всего, у большинства есть такой кабель для зарядки телефона. Поэтому просто имейте в виду этот факт. Тройку лучших наушников открывает Honor Choice Earbuds X. В них мое внимание сразу обратилось на большие 13-миллиметровые динамики. Да и звучание хорошее. Уж хотелось дать им место повыше, если бы не парочка но. Смутила меня их форма и сеточки. Дизайн AirPods, который не имеет съемных накладок. В бюджетном сегменте не оставляет места хоть какому-нибудь шумоподавлению. Если бы не хорошие динамики, эти наушники я бы поставил самый конец. Но именно они вытягивают хоть какое-нибудь приятное звучание. Поэтому решил не валить. Просто если в AirPods есть и шумодав, и нормальная продуманная форма, то здесь точно на этом акцент не делали. Далее сеточки. Уж больно слабо они держатся. То есть нужно действительно аккуратно с ними. Не протирать, не чистить какими-то грубыми способами. Для них очень важна нежность. Поэтому учитывайте это при покупке. А вот что порадовало, так это соединение наушников в стерео режиме. Действительно удобно. Можно пользоваться одним наушником, пока другой в кейсе. И плюс к этому Bluetooth 5.2. Поэтому стабильность обеспечена. Хотя больше всего меня привлекла автономность. Здесь уже вместе с кейсом наушники могут звучать не 18, а 28 часов. То есть это уровень среднебюджетного класса тысяч так от 3-4. Это однозначный респект. Хотя по этому параметру у меня есть вариант еще лучше. Модель со второго места. На втором месте рейтинга стоят QCY T13. Уж здесь именно на этом и был сделан акцент. Целых 40 часов звучания вместе с кейсом. Это одна из неожиданностей, что я мог встретить в сегменте до 2000 рублей. Да и на звучание здесь болт не положили. Хотя маленькие динамики на 7 миллиметров выглядят не очень многообещающе, звук выдают они качественный. Отлично заходят песни современных исполнителей. Можно вообще ничего не подкручивать. Но вот тяжелая музыка дается им труднее. Хотя если у вас до этого были наушники рангом пониже, то их звучание вас точно удивит даже при проигрывании рока. Однако при желании все равно есть возможность подстроить под себя какие-нибудь мелкие нюансы. Добавлю еще про низы. Удивительно, но они здесь реально хороши. Очень неожиданно для наушников за 2000 рублей. Вряд ли они разочаруют. Да и по сравнению с прошлым Honor они явно сильнее выражены даже только за счет силиконовых накладок, которые хоть какую-то шумоизоляцию создают. Ну а в остальном вопросов по подключению нет. Стерео Bluetooth 5.1. Ничего не отваливается, сигнал держит стабильно, рассинхрона не происходит. Можно смело носить телефон, где вам удобно, не подстраивая его специально под наушники, чтобы сигнал лучше ловил. В общем, реально классные наушники, которые я бы смело поставил на первое место, если бы не еще одна сладкая парочка. Лучшими дорогими наушниками стали Edifier X5. И это именно те наушники, которые по своему звучанию превосходят все прошлые 7 моделей. Объясняется это aptX. Именно с этим кодеком могут работать Edifier. И это второй параметр, который я ну никак не ожидал увидеть в наушниках со стоимостью до 2000 рублей. Кстати, aptX по определению дает лучше звучание, чем AAC или SBC, только за счет хоть и немного, но повышенного битрейта. То есть aptX быстрее передает информацию, и это влияет на звучание. В таком бюджетном сегменте найти что-то, что будет лучше звучать, возможно, не спорю. Но сделать это будет очень сложно. А Edifier X5 прямо сейчас доступны, бери да покупай. И музыка в них играет что надо. Все частоты качественно проработали, всем внимание уделили. Даже если что-то не так, вы знаете, где нужно подкрутить ползунки. Поэтому при покупке с этими наушниками уж точно не придется париться за звук. Однако по остальным параметрам эти наушники никак не выделились. Bluetooth 5 версии, который отлично держит соединение. Автономность 21 час вместе с кейсом. И управление многофункционально адекватное. Вот только микрофон здесь, конечно, не ахти. Он как раз точно не превосходит по качеству ниже стоящей модели из рейтинга. Но поговорить в более-менее тихом месте вы сможете. Вашу речь поймут. Здесь все-таки попытались сунуть шумодав, чтобы отсечь лишние звуки при записи голоса. Но получилось так, как получилось. Большего и ожидать не стоило. В общем, Edifier удалось сконцентрироваться на качестве звучания в этих наушниках без ущерба остальному функционалу. За что и получили заслуженное первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. Субтитры создавал DimaTorzok